привет всем доброе доброе утро что монечка что мама там доброе доброе утро два дня не виделись не знаю как вы а я соскучилась как в той песне на 2 дня на 2 дня вы забудьте про меня сегодня у меня на завтрак я себе так старалась сделать свой любимый салат а потом вспомнила мне его сегодня утром еще нельзя потому что здесь очень-очень много вот от мангольда вот эти вот красные стебельки и красные листья сегодня красный цвет нельзя течение суток обидно до одурения но ведь наделала поэтому обойдемся вот так авокадо творог цикорий без молока и без сахара и съем чуть-чуть с цикорием горького шоколада у меня есть мой любимый шоколад и я иногда себе его позволяю ну что раз вот это нельзя ну что теперь поэтому всем 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 приятного аппетита почему я сейчас все расскажу как у меня знакомый говорит я не злой космодигантская молчать не буду меня спросят я все скажу вот так я почему молчала вот этих вот два дня моталась по больницам когда два дня назад три дня назад а мы съездили здравствуй доченька мы стали утром позавтракали все прямо окей по моему я записалась прям все хорошо все прекрасно и и собрались поехали покупать да тогда еще записывалась я что глебу школьные принадлежности покупали приехали домой приехали обед уже мы прям задержались с обедом обед чуть поздно получился поэтому я его по-моему не записывала в тот день потому что поздновато уже и прям знаете нот реально настолько все классно пообедали вот я сижу и чувствую что то не то у меня олечка выделишь мне горький шоколад кроме меня его никто не ест потому что он не сладкий ну вот я еще за столом сидела я сижу в сотке что-то копаюсь да ну тут вот чувствую как-то сердце болтается вот реально болтается вот по-другому не опишешь вот как-то знаете как на ниточке висит и вот-вот оборвется думаю что такое ничего не пойму у меня вот этот браслетик он показывает все кроме давления вот как только мы начали худеть мне уже сразу же его купила и он показывает сколько шагов ты за день намотал пульс показывает там тебе и погода если тренировка у тебя включаем нажми тут на кнопочку тебе покажет сколько калорий ты же все короче ну вот я знаете вот хорошо как-то догадалась а так думаю спасибо спасибо пульс включила нажала на кнопочку пульс 137 при всем при том что у меня пульс всегда 58-64 получается в два раза больше мой ну чё ну выходи думаю я оле поля у меня пульс 137 она ложись в команда как на войне ложись я растут ничего два шага до кровати я легла она мне померила давление кто-нибудь мог кто-то может и будет смеяться давление 140 для меня это смертельное давление у меня вот уже как я похудел у меня всегда пониженное давление ну как пониженное мое рабочее давление стало 100 110 вот такое молодец вот по мере давление 140 ну ладно я там выпила капельки уже вообще забыла когда я пила какие-то таблетки или какие-то там капли или что-то ну давай мне капелек накапай кроволожек пройдет там это от тахикардии все сразу выпила полежала меряем пульс 142 выше стал полежала-полежала таблеточку еще одну меряем 147 пусть то есть сердце на этих разгон берет 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 разгоняется конкретно ну и так мы подождали чуть-чуть полегать чего не делать что скорую вызывать его это давай вызовем у них явно тахикардии на скорой всегда есть препараты вызвали он мне значит на это же снял а я одно лежу и думаю ну мне задыхаетесь не болит нет там стреляет коллицу не мне ничего не болит мне просто молотит пульс ладно сделала кг все ну давайте будем это пульс реже делать набрал такой шприц и вену преснет смотрим пульс хоп а мне на палец одел вот это чтобы пульс смотреть хоп пульс 142 секунд 10 проходит 150 он еще впрыснет 141 150 и вот так знаете короче он мне вот этот шприц весь ввел и пульс как будто 50 так и есть ладно но он мне говорит вы знаете а я ничего вам не могу сделать поехали в кардиологию поехали а чё делать надо я чувствую что если вот этот препарат не помогает который на скорой я сама ума не дам ладно поехали на скорой в кардиологический центр там меня значит капельницу мне таблеточку какую-то в общем знаете пульс то снизился ну там как ни крути там работают специалисты они свое дело знают они меня быстро в форму привели а как оказалось что это когда с врачом начала разговаривать он говорит у вас до этого были проблемы да у меня на постоянку проблемы я же вам рассказывала тогда когда была вот такая вот да вот я почему сейчас всем гри девочки худеть и не набирайте вес худеть и почему потому что вот этот жир он необратимые процессы дает он вот он реально губит все органы ну я правильная 58 лет проходила вот такая а теперь чё решила девочкой стать что ли ну и короче вы обращались раньше к этому кардиологу да обращалась и наблюдалась все что он вам выписал а я обращалась туда же в кардиологический центр мне выписали у меня очень хороший врач был который меня наблюдал очень хороший и он мне выписал вот это значит все какие препараты и знаете буквально в течение недели у меня восстановилось все у меня тогда сердце отключалось реально отключалось вот я вам помните рассказывала что вот я настолько полная была что у меня просто сердце раз на время остановится а потом опять заводится у меня аж вплоть до того что чуть ли не сознание тебе ну вот и он как тот настолько в точку попал что где-то в течение недельки я попила вот эти препараты и у меня прям все восстановилось а тут я еще дальше худеть начала он мне еще тогда говорю при вашей полноте вот вот такая какая бы вот какая вот типа ты была ниже 85 не надо худеть потому что куда это так ну я думаю не менее я потихоньку постепенно еще же постепенно худеет я гнала себя быстро где-то до 90 килограмм а потом я сейчас вот сейчас я постепенно минус 100 минус 200 дня три могу на месте стоит главное не вверх ну вот я эти препараты пила в течение где-то трех лет до и я настолько себя хорошо чувствовала вот настолько хорошо я себя чувствовала поверила в себя и решила что но все все прошло ну и пошла кардиологу на прием друг к другому кардиологу она сделала и кг ну я верю в то что чудача я верю в то что она на и когда посмотрела а у меня там все хорошо реально все хорошо и она говорит я не вижу надобности пить вот эти препараты отменяй но мне того не надо и я перестала пить вот с мая месяца мои 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 июль август вот четвертый месяц я их не пью я доктору были вот так вот мне он не говорит очень плохо очень очень плохо правильно пока у вас в организме это по накопитель на идет пока у вас в организме был этот препарат у вас сердце прекрасно себя чувствовала все хорошо все прекрасно препарат полностью все вывелся из организма и у вас вот это перемкнуло выписал мне опять те же самые лекарства но они в принципе знаете как она не навязчиво действует в смысле там доза у меня были минимальные но мне назначил ты на минимальные дозы и напить постоянно там три препарата одна таблеточка значит утром от другого препарата одна таблеточка в обед и третий препарат одна таблеточка вечером на ночь все вот и вот это все мне выписали ну а когда скорая выезжает на вызов они обязательно отправляют стукачок на этот в твою поликлинику поликлинику которой ты прикреплен знаете а в поликлинику надей какая шкурка тоненькая тоненькая как бумажка поликлинику я никогда не хожу вот уже сколько лет но не хожу я туда и чувствовала себя прекрасно ну и вот звонит медсестричка я должна отдать должное от этой девочки она такая упертая она такая настырная как она вышла на олю я не знаю но она вышла на олю и говорит вашей маме вчера скорую вызывали надо придите завтра на прием она говорит ой для меня это так сложно придите завтра на прием ну приведите вы наверное по платным ходите врачам она говорит да ей проще прийти к платному чтобы не стоять в очереди ничего придите и нужно пройти обязательно кардиолога у нас очень хороший кардиолог я вот для нее специально оставлю талончик поля мне пойдешь я говорю да я никогда туда не ходила еще не пойду пойдешь ну короче пошли мы пошли 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 повезли 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 меня нет я бы так не пошла правда вот и прошла врача она дочь меня посреди сейчас все же через через терапевта ну я и говорю мне бы кардиологу попасть она говорит кардиологу это талончики нужно у меня талончика нет медсестра сидит горит я специально для нее оставила наград уф вот для вас есть талончики выводите как хорошо и пошло вот почему я не люблю ходить завтрак возьми придете вот эти анализы сдадите вы на выгнам же на скрининг не приходили в что ты не любишь я не ровно потому что вот все законы которые писан вот они не для тебя там где закон там ты против шерсти а здесь уже нельзя свою линию гнуть свою фи нельзя пока хочу не хочу не пойдет поэтому здесь надо ходить вот как сказали строевым маршем а для нас это великая катастрофа это катастрофа мне вот это вот эту обязаловку выполнять для меня это ой ужас вот когда я законы накидываю вот это правильно но когда мне самой мне римочки владимира в больнице водить это и просто надо брать и тащить и тащить ага вообще по-другому вообще я туда вообще вот в хаке ни разу еще не было вот сколько лет а там ни разу не было ну и вот она эта девочка мне по повесне ранней весной кому звонила и даже забыла когда они надежду потеряли меня увидеть это точно рио владимировна да ваш возраст как раз как раз скрининг это осмотр проходит придете завтра вот кстати придете не очередь ничего не будет приходите хорошо приду потому что по-другому как отверстие не отверстие хорошо приду естественно я никуда не пошла а вот тут то я ему попалась так анализы завтра сдадите скрининг пройдете я уже думала прошел это нет скрининг пройдете потом с 11 до 12 у вас этот кардиолог в начале придете как и снимите потом кардиологу пройдете ее мое у меня вчера программа такая активная была я приехала домой я реально устала вот я устала я никогда столько по больницам не ходила это ужас какой-то ну в общем все сдала все это кардиологу когда зашла она говорит что причем при этом тебе были созданы все условия талончик ей оставили до больнички довезли я быстренько вернулась сидела развлекала в кабинете по всем этажам водила ходила и то как мне это не нравится это капец отличить это катастрофа просто кто-то любит ходить по больницам поехали в больничку я говорю я поеду за тобой нет поедешь в машине скорой помощи вам да я на своей поеду за тобой нормально нет поедешь вот я буду переживать вот их переживаешь вот как-то за так пульс фигарит ну куда ладно думаешь она поволнуется еще выше станет я села значит в карету скорой помощи поехали поехали мы этот ее там все положили значит капает на первом этаже и окно низенькое я стою подпалилась за ней рядышком под окном стою ты уже рассказ погромче говори подговорю капает все ухожу там под окнами посматриваю посматриваю потом и тут я ее увидел замерзла дома меня увидел замерзла руман это мы уже поняли что и сейчас прокапают восстановят назначение дадут и доктор ее отпустит уже стало все понятно и уже на тот момент поговорила с доктором а замерзла на улице холодрыга думаю ну пока я смотрю там в бутылку еще много раствора капает медленно думаю я как раз домой съездил этот машину возьму приеду и оденусь как расходу мама говорю ладно я это съезде да 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 меня скоро отпустит машину давай а ну да вот то есть полегчало когда тяжко нет и . полегчало уже карету подайте меня домой везти на когда она улыбается и она здорово это все ништяк как только она заболела это все это катастрофа вот это нет вот это не совсем вот это не пошло туда не по скажи мне скажите мне что я не права она всегда за меня так паникует вот так паникует вот вообще у нее у нее паника у нее страх в глазах у нее все я поеду за скорой помощью значит на своей машине да не поедешь ты зато ты потом взяла такси и взяла машину ты увидела что мне уже нормально и ты взяла машину а здесь она бы представляете перла бы за скорой и неизвестно чтобы было короче все свободно потом я смотрю мне поставили эту капельницу и она зайти к медленно так я поднимаю глаза а это красотка через окно наблюдает за мной но я потом девушки медсестры девушка вы выйдите у дочки заберите мою сотку она вышла гордайте мамину сотку я и звоню она вам ты как она же не видит не знает ничего думаю надо ее успокоить я знаю ее как она переживает как она волнуется у нее там паника все евро у меня все хорошо у меня уже все уравновесили все уладили да и говорю что-то медленно капает она ведь ну да прям совсем медленно я сейчас прибавлю она по правой вот сейчас только я прибавлю она нет думаю ладно заходит медсестричка девушка давайте чуть побыстрее вот это я сколько буду лежать под вот этой капельницей это вот точно я буду лежать до ночи под ней она говорит вы знаете если чуть посильнее вена будет болеть здесь калий он раздражает и вы давайте попробуем она давайте попробуем сделала сильно нормально прямо знаете вот прям очень нормально вы давайте еще чуть-чуть побыстрее наверное давайте ну чем сделали я смотрю меня устраивает что так как и здесь она отрегулировала как она считает но я же себя чувствую хорошо когда она капает и нормально чует это как чую вот это там буду лежать до полночи нам бы пролежал оль ты видела как капало ну и вот короче говоря вот так вот а тут прошла кардиолога она посмотрела меня значит все как положено и говорит это все да произошло от того что вы отменили вот эти препараты если бы вы продолжали их пить у вас бы все так и было хорошо бы какой-то там центр вы его заглушали этот центр а значит теперь вот в сердце значит право проводнику проводника какого-то этом заглушала вот а если бы если вы перестали пить все вот это лекарство все ушло и сердце сколько тянуло тянуло само значит эту лямку и потом решила что да нафиг ему это все это надо и она взбунтовалась вот выдала вам вот такую вот реакцию ну и потом она мне значит давайте пройдем узи сердца сегодня улечка поедет она мне запишет у нас есть в городе самый лучший врач по узи сердца я знаю еще давно 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 когда только начинала работать медицине я работала в реанимации и вот там вот она вот это вот когда на девушке молоденькая была она тогда работала кардиологом и она очень талантливый кардиолог вот она сейчас сидит на узи и вот я у своего тогда кардиолога спрашивала кто лучше всех она называет ее у другого кардиолога кто лучше всех кому пойти на лучшие никто не сделает и вчера у кардиолога я спрашиваю вы мне скажите кто у нас городе самый лучший кардиолог она говорит вот этого не будут я про нее слышу постоянно ну и вот так вот так что улечка запишет говорят не очередь там и будем значит пройду вот это потом она сказала что поставят мне какой-то аппаратик на сердце в течение суток будут значит запись этот аппаратик будет делать а потом она говорит а вы не пробовали никогда при же вам не прижигали что при же должны были простите она говорит а вот есть врач-аритмолог и он значит как-то там через венку заходит короче говоря находит вот этот вот центр там и он прижигает его чтобы он не возбуждался лишний раз и тогда у вас говорит пульс будет в норме и аритмии не будет я говорю нет мне такого не делали она говорит давайте короче сейчас обследование пройдем а потом порешаем вопрос вот с этим аритмологом вы пойдете к нему на прием и значит и он решит ну давайте ну вот так вот поэтому я на два дня исчезли я вчера обычно мы ложимся спать это в 11 пол двенадцатого вечером да а вчера время знаете еще десяти нет я сижу не могу высушить и давайте спать а я устала я намоталась вот по вот этим этажам туда-сюда туда-сюда это же вообще кошмар какой-то ну и начала пить вот эти таблеточки сейчас уже значит нормально но я считаю что все таки да надо до конца уже раз начала до конца до обследоваться и и все таки сделать что-то с сердечком но не всю жизнь пить лекарства ну я против лекарств реально вот ну пропила тогда ну и хватает три года и так я их пила и еще теперь всю жизнь пить на говорит да всю жизнь потому что у вас вот этот вот какой-то центр проводниковые обостря как возбуждается вот так он возбуждается я причем значит приглушить его надо а сейчас я буду пить чай вот самый-самый самый мой любимый шоколад это вот это вот шоколаде риттер спорт он вообще обалденный но я я вот такой процент 81 это он называется не просто темный там есть процент разный там есть просто темный шоколад а это горький шоколад он реально горький без сахара без ничего поэтому я себе его позволяю он еще с орешками да ну в общем колхоз красный лапоть это я очень короче говоря сейчас попью цикорий вот пластины что здесь их четыре с пластиночкой одной там три дольки хватает потому что тем более он не сладкий знаете не вау не вау скажу я вам но полезно вот и все и все будет окей окей вот теперь я вам объяснила почему я не общалась с вами два дня потому что меня мотали как вот мотали по всем больницам это же дурдом ромашка честно для меня во всяком случае это дурдом честно вот и бог даст все будет хорошо все всем пока пока